Слышно, отлично. Значит, я еще не утратил старые навыки. Конечно, скажем так, у меня не такой митинговый голос, как у некоторых других наших товарищей. Я знаю людей, которые могли покрывать голосом просто огромный зал, но, тем не менее, что-то я еще помню. Итак, сегодняшняя лекция названа достаточно расплывчато. Это основные проблемы Российской Федерации и пути их преодоления с точки зрения национальной демократии. Я, кстати говоря, все-таки предпочитаю русское название «национальная демократия», потому что сокращение типа «национал» имеют не очень хорошую историю. Дело в том, что это кальпис немецкого. Соответственно, пользовались ими в свое время те партии, которые имели особое отношение с Германией, например, социал-демократ. Знаете, наверное, такую партию. РСДРП. Так вот. Значит, теперь насчет этих самых проблем. Как в свое время выразился один человек, довольно близкий к администрации, с которым я говорил на эту тему. Он сказал, что главная проблема Российской Федерации является Российской Федерацией. В принципе, несмотря на некоторый нигилизм, звучащий в этих словах, определенная доля правды в этом есть. То есть, что он хотел сказать. У Российской Федерации есть структурные проблемы, связанные, скажем так, с самим ее устройством. И эти проблемы, к сожалению, являются главными. В отличие от некоторых других государств, у которых проблемы тоже есть, но они скорее связаны с превходящими обстоятельствами. Вот там я не знаю, у кого-то там гражданская война, у кого-то плохой климат и так далее. Проблема Российской Федерации связана в основном с ее устройством. Давайте немножко освежим память. Как устроена Российская Федерация и сейчас, и куда она с таким устройством может эволюционировать. Российская Федерация была создана примерно за несколько лет. Эти несколько лет можно отчитывать от примерно 1989 года до 1993. Все основные институты были созданы тогда. В 1993 году произошло окончательное запрещение. И дальше мы, собственно говоря, просто видим, как эта система, что называется, росла, постегивала и так далее. Но генетический код был задан именно вот в эти самые годы. Что характерно для Российской Федерации? Чем она отличается от других стран? Прежде всего, и это самое главное, это государство принципиально не правовое. Что в данном случае имеется в виду? Правовое государство, которое, кстати говоря, иногда именуют полицейским государством или государством закона, устроено следующим образом. Существуют правила игры. Человек, который, зная эти правила, и они более того всем известны, и в основном прописаны в законах примерно процентов на 80, может быть уверен, что если он эти правила соблюдает, то с ним ничего нельзя сделать, ему ничего не будет со стороны государства. Во всяком случае, особенно плохого. 20% можно списывать на такие вещи, как негласные сигналы сверху, общественное мнение и так далее, и тому подобное. Ну, например, на Западе можно, не нарушая формально закон, сделать нечто, из-за чего у тебя будут неприятности. Например, будучи публичным деятелем, плохо отозваться от каких-нибудь меньшинств. В законе не сказано, что этого делать нельзя, но реально у него будут неприятности. Правда, неприятности достаточно умеренные, в тюрьму он, например, не попадет. В Российской Федерации с самого начала ее существования ситуация была прямо обратной. Примерно 80% реальных правил, они не писанные, хотя их в основном знают. Они трансформируются в зависимости от ситуации и конкретных начальников, которые сидят на конкретных местах, а также их интересов. Примерно 20% приходилось на закон. Соответственно, человек не мог быть уверенным, что он, соблюдая закон, не получит неприятности. Я думаю, это понятно. Далее, куда эта система эволюционирует? Она эволюционирует к тому, что процент вписанного закона и его реальное влияние все уменьшается и уменьшается. Принципиальными моментами здесь было, например, появление в УК таких абсолютно неправовых вещей, как, например, пресловутая 280-я и 282-я статья. Дело причем не в том, что по них судят русских активистов, а в том, что сам механизм этих статей позволяет кого угодно, в дальнейшем вы можете задать мне вопрос, я опишу все подробно, за что угодно судить и приговорить сейчас уже, например, к реальному сроку. После известных поправок, 282-я статья полностью криминализована, теперь уже, что называется, условным сроком или общественными работами не отделаешься. Так вот, в настоящий момент это универсальный механизм, по которому можно брать любого человека, который имеет хоть какой-то, скажем так, общественный вес, и любое его высказывание может быть использовано против него. Причем так, что отбить это невозможно. Это абсолютно антиправовой механизм. Опять-таки, детали, как говорится, по вопросу, но действительно это так. Я, к сожалению, изучил это и на документах, и на собственной шкуре. Сейчас ситуация только ухудшается. Условно говоря, сейчас уже можно сказать, что по закону у нас что-либо делается процентов на 10. Все остальное, это вещи совершенно с законом не связаны. Но институция, как вы понимаете, она не работала с самого начала. Вернее, работала избирательно. Там, где были прописаны, скажем так, например, суперполномочия президента. Но, значит, в настоящий момент она вообще перестала что-либо решать. Она не была документом прямого действия с самого начала, и сейчас она уже воспринимается как смешной анахронизм. Причем абсолютно во всем. Я, например, хорошо помню, как тоже, разговаривая с одним весьма уважаемым человеком из, так сказать, сверхов, что-то упомянул по поводу, например, нашей федерации. Человек посмеялся. Он говорит, ну слушайте, ну какая федерация? Что там в конституции написано? Бред все. Главное, это конкретные договоренности, там, с конкретными людьми. В общем, я думаю, что понятно. Значит, итак, первая и очень важная проблема России состоит в том, что в ней не существует того, что называется правоным государством. Причем совсем. Этого нет. У нас есть некая оболочка, которая в свое время для этого строилась. Эта оболочка более или менее функционирует. По крайней мере, внешне все выглядит более или менее прилично. Обыватель, не сталкивающийся с судом, в общем, даже может думать, что он у нас есть. Правда, при первом же столкновении, в том числе по каким-нибудь хозяйствам, делам, там, по мелкому хулиганству и так далее, он убеждается, что нет, его нет, все вопросы решаются известно как. Можно ли это назвать проблемой Российской Федерации? Нет. Российская Федерация при таком положении вещей прекрасно существует. Это проблема народа Российской Федерации. То есть не проблема России. Это проблема российского народа. Второе. Это система управления, которая здесь установилась. Ее иногда называют вертикалью власть или еще какими-то словами. На самом деле, кстати говоря, все эти слова не описывают, к сожалению, реалии. А реалии, они примерно следующие. Значит, вместо того, чтобы создать, допустим, политический класс, в России его просто не существует в настоящий момент, есть, условно говоря, возрожденная номенклатура. Ну вот, значит, в России существует некоторое количество людей, которым позволено заниматься политикой. Из них есть очень маленькое меньшинство, которым позволено иметь власть и что-то решать. Это меньшинство формируется исключительно по личным прихотям примерно десяти человек, которые находятся на самом верху. Что управляет этими десятью человеками, не знает никто. Ну, просто никто не знает. Значит, я думаю, что никому не нужно объяснять, например, что наш парламент, начавший свою печальную историю, так сказать, с расстрела, сейчас превратился уже в нечто, что нельзя назвать даже взбесившимся принтером. Это уже какая-то, извините меня, взбесившаяся типография. Что они там решают, тоже всем известно. Но, заметьте, уже никто даже претензий к ним не предъявляет. Потому что всем понятно, что люди там ничего не решают сами. Что им скажут, то они, в общем, и предлагают, чего надо, то и подпишут и так далее и тому подобное. То есть парламент так же фиктивен, как фиктивен российский суд. Из этого следует, что еще одна ветвь власти, в данном случае законодательная, у нас не работает. Есть оболочка, есть место, в которое собираются как бы депутаты. Они что-то там решают, вернее, не решают, а просто подписывают решения, исходящие непонятно откуда. И все это как-то работает. Проблема ли это Российской Федерации? Нет. Российская Федерация при таком порядке существует. И существует весьма успешно, как мы видим. Это, опять-таки, проблема, скажем так, А. Российского общества и Б. Российского политического класса. Скажем несколько слов и об этом. Российский политический класс как таковой В настоящий момент отсутствует. Есть номенклатура. В чем разница? В любом нормальном обществе есть люди, занимающиеся политикой. Начиная от банальных активистов разных партий, и кончая идеологами, лидерами этих самых партий и так далее и тому подобное. Значит, условием существования политического класса является следующее. Значит, а именно, как правило, не весь политический класс, а только его часть, находится у власти. Но все, кто в этот класс вошел, так или иначе, имеют право на власть претендовать легальными, естественно, средствами в рамках закона. Это понятно. Так вот, у нас любая оппозиционная деятельность по умолчанию считается чем-то, если не незаконным, то, по крайней мере, не совсем легальным. Более того, эта ситуация, что называется, усугубляется и усугубляется. Мы все помним, что, например, в 90-е или 2000-е годы Допустим, было можно многое из того, что сейчас уже категорически нельзя. Куда все это дело идет, я думаю, понятно. При этом, что очень важно, репрессиям подвергаются не только люди, настроенные крайне оппозиционно по отношению к режиму, но и вообще все те, кто что-то пытаются делать помимо этого самого режима. В том числе даже, вроде бы, удобные для него вещи. Я, например, хорошо помню, как в той же самой Москве несколько вполне патриотических организаций пытались сделать большой митинг на украинскую тему. В данном случае, самое, не за Украину, а скорее против. Сейчас я не буду обсуждать эту тему конкретно. Я хочу сказать только одно. Им этот митинг не дали сделать. Почему? В одном месте сказали очень конкретно. А нам инициативники не нужны. Выражение, надо сказать, очень гибиское, но главное, оно очень точное. То есть, в настоящий момент власти не нужны даже те люди, которые вроде бы хотели бы ей помочь. Им не нужен никто, кроме себя. И людей, которые, собственно говоря, контролируются ими напрямую. Является ли это проблемой? Опять-таки, для нас, собравшихся здесь, поскольку мы, по большому счету, и есть политический класс, иначе, например, вы бы здесь не сидели, если бы не интересовались политикой. Ну вот, да, это наша проблема. Но это не проблема Российской Федерации. Хорошо, спросите вы. А у Российской Федерации есть какие-то проблемы? Да, есть. И сейчас мы поговорим о них. Первое и главное. Проблема Российской Федерации сейчас это истощение основного ресурса. Того денежного потока, который шел с Запада в обмен на нефть и, скажем так, политическое послушание. Надо сказать, что пакет был именно такой. Потому что, в общем, только вот в этом сочетании за это давали деньги. Сейчас, как вы знаете, этот поток очень сильно обмелел. Разумеется, они пытаются переложить трудности на тех, на кого всегда их обычно прикладывают, то есть на население. Но реально доходы Российской Федерации очень сильно снизились. И вот это уже проблема Российской Федерации. Вторая проблема. Из-за снижения доходов система лояльности, установленная примерно в 2000-х годах, начинает давать трещину. И не одну. Я напомню, как все было совсем недавно. Элиты были консолидированы. Я не хочу сказать вокруг, допустим, Путина, это не совсем правильно. Важно, что они были консолидированы сами в семье. То есть все считали, что с их точки зрения все делается правильно, страна движется, куда им надо, и все хорошо. С другой стороны, существовал негласный договор между элитами и населением, который заключался в чем? Что мы вам обеспечиваем, ну, хоть какой-то уровень жизни, что-то строим, появляются там какие-то современные дома, вы можете ездить за границу, ну, конечно, не в какую-то особую, но хотя бы там Египет и Турцию, доллар по 30 рублей. А вы за это просто не интересуетесь политикой и не лезете в нее. Примерно таков был негласный договор элит с днезами. И все это понимали за них. В настоящий момент власть перестала исполнять свою часть договора. Доллар, сами знаете, как идет. В Анталию какую-нибудь, ну да, вот сейчас снова можно съездить, но уже есть проблемы, и т.д., и т.п. Так вот, соответственно, внизу начинает нарастать глухое недовольство. Ощущение того, что людей обманули. Власть, конечно, может затыкать это недовольство разного рода патриотизмом, какими-то вот этими самыми телевизионными передачами на тему того, как Россия в очередной раз поднимается с колен. Насколько я помню, она этим начинает заниматься с 2001 года. Тогда я впервые услышал это выражение. Ну, как-то очень долго она поднимается с колен, но вот сейчас вроде бы снова. Ну вот, но все это дело долго не работает. Телевизору, конечно, верят, но и холодильнику верят тоже. А в противопорстве между телевизором и холодильником в конечном итоге побеждает обычно холодильник. Ну вот. Чья это проблема? Конечно, с одной стороны, это проблема населения, но с другой стороны, это уже и проблема Российской Федерации. Наконец, традиционный вопрос. Хорошо, ну и куда это все идет, и чем это все закончится? В отличие от многих политологов, которые обещают там какой-то вот страшный крах режима в самое ближайшее время и так далее и тому подобное, я уверен, что в ближайшее время никакого краха режима не будет. Почему я так уверен, я сейчас скажу. Значит, дело в том, что на самом деле то, что сейчас происходит, скорее работает на него, чем против. Дело в том, что на самом деле стремительно беднеющие, например, люди, они не начинают выходить на площадь и возмущаться, они начинают искать еду, заработок и так далее. Это естественная реакция, ожидать чего бы то ни было другого бессмысленно. С другой стороны, сейчас очень сильно закрутили все гайки или, выражаясь более точно, повысили цену за любое политическое действие. Вы уже, наверное, знаете, сколько будет стоить выход на так называемое несанкционированное мероприятие. В буквальном смысле слова они там собираются, например, драть гигантские штрафы. Ну вот, это очень эффективный метод. Ну вот они начнут, что называется, запугивать рядовых обывателей. Типа, нет-нет-нет, туда не лезьте, там вот все страшно. И в течение определенного промежутка времени это будет работать. Я, например, в частности, уверен, что выборы, которые они хотят провести, они, скорее всего, проведут и проведут весьма успешно. То есть, в ближайшее время нас ждет ситуация, несколько напоминающая застой. Если кто-нибудь помнит. То есть, это будут такие классические года глухие. Значит, когда все будет, по крайней мере, внешне задавлено, тыркнуться будет некуда, любое действие, выходящее там за определенные пределы, будет наказываться и так далее, и тому подобное. Хорошо, на что нам-то в этой ситуации рассчитывать? Рассчитывать вот на что. Периоды заглушки, они никогда не бывают особенно долгими, особенно в современном мире. Связано это не с тем, что власть, допустим, как-то меняет свою позицию, а с теми самыми банальными факторами. Для того, чтобы позволить себе такую роскошь, нужно иметь много денег. Например, у Брежневского СССР деньги, в общем, были. И то довольно быстро кончились. Причем именно в результате подобной же политики. Вот почему? Потому что при такой политике происходят стандартные действия. Определенная активная часть людей уезжает. Сейчас, хотя говоря, это все имеет место быть. Если уехать не могут, переходят в глухую оппозицию, начинают ненавидеть вообще все тотально. Помните, что выплеснулось какие-нибудь в конце 80-х? Ну вот примерно то же самое на поперси. А при любой попытке что-либо сделать с системой, даже винтик подкрутить, все это начинает трескаться и рваться. Чтобы было понятно, как все это выглядит. Если кому-нибудь приходилось чинить, скажем так, допустим, старые проржавевшие водопроводные трубы, то можно сказать следующее. Если эти трубы не трогать, то они могут очень долго стоять. Ну, там все закручено, там какая-то прогнившая совершенно пакля под шайбами, там, ну, вроде все держат. Но при первой же попытке, допустим, хотя бы постучать по трубе, чтобы там песок из нее высохался, что-нибудь может и рвануть. Бац, там из трубы рвет строя воды, непонятно, как ее остановить, потому что вода под давлением. Я описываю, собственно говоря, вполне реальный опыт. Так вот, а не трогать эти трубы тоже невозможно, потому что песок здесь действительно есть, он накапливается. Система начинает потреблять все больше энергии и все меньше давать. Причем это абсолютно неизбежно. Ну вот, и при первой же попытке что-то поменять, оно, что называется, начнет ломаться целиком. Итак, я в целом описал некую ситуацию, а теперь я думаю, что...